Во Вьетнаме, как и в других странах Азии, торговля детским порошковым молоком – быстро развивающийся бизнес. Лидерами рынка здесь являются две швейцарские компании – производитель молочной продукции «Хохдорф» и пищевой гигант «Нестле», отмечающий, кстати, в эти дни 150-летие со дня своего основания. Порошковое молоко – безусловный лидер нашей линейки продуктов. И это направление мы развиваем и дальше. Ведь, судите сами, правильное питание в первые месяцы закладывает основу здоровья ребенка на всю его дальнейшую жизнь. За плечами у «Нестле» долгая традиция производства детского питания. Немец Генри «Нестле», эмигрировавший в Конфедерацию, первым выпустил питательные смеси в 1866 году. Вскоре этот продукт начали экспортировать за рубеж, а компания «Нестле» стала международным гигантом. В 1970-х годах, однако, ей пришлось пережить непростое время. Неправительственные организации и экологические активисты возлагали на нее ответственность за факт повышенной смертности детей раннего возраста в странах третьего мира. В специальной листовке утверждалось, что отказ от грудного молока в пользу некачественного порошкового был причиной расстройства желудка у детей и даже смерти некоторых из них. В ответ компания «Нестле» подала в суд и обвинила в клевете группу швейцарских активистов, распространявших листовку. По итогам судебного разбирательства активистам пришлось взять свои слова обратно и заплатить штраф. Суд, однако, обязал компанию «Нестле» качественно изменить свою рекламную стратегию. Сегодня параметры подвижения сухого молока на рынке регулируются Всемирной организацией здравоохранения. На упаковках, в частности, всегда должна быть информация о том, что порошковое молоко не является полноценной заменой грудному вскармливанию. По мнению организации Baby Food Action Network, компания «Нестле» до сих пор от всех своих недостатков не избавилась. «Нестле» остается крупнейшим производителем порошкового молока. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения соблюдаются компанией в недостаточной степени, что подвергает здоровью детей дополнительному риску. «Нестле» отрицает эти обвинения и утверждает, что полностью выполняет все рекомендации ВОЗ. «Мы всегда выступали за приоритет грудного вскармливания. Но факт остается фактом. Если по каким-либо причинам мать не может кормить ребенка грудью, то у нас есть для нее прекрасный замещающий продукт. И, наверное, не случайно, что львиная доля порошкового молока от «Нестле» экспортируется в страны с самым высоким уровнем рождаемости. КОНЕЦ